Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер. И хотя это не гарантировал, но все-таки выкроил кусочек времени из своего напряженного графика, чтобы сказать вам спасибо. Вы действительно поддержали меня хорошо, пришли такой хорошей такой гурьбой, покликали там и мы с вами сразу заработали за три дня 6 евро, по-моему 67 центов. Вот доказательство. То есть на лангустов нам не хватит, это понятно. Но на килограмм картошки пару сосисек вполне. Так что можно сделать из картошки, сосисек. Я вам предлагаю сегодня баварский картофельный салат с сосисками, с брыцелями и с пивом. На это у меня хватит. Поэтому мы сейчас сразу с вами и начнем. У меня появились новые тут агрегаты. Резательная машина, индукционная печь, индукционная кастрюлка. Если захотите, скажите мне в этом видео уже, я буду вас знакомить с этим. То есть показывать, как она режет, как это вот варит и так далее. Я не делаю это сразу, потому что вдруг это не надо совсем. У нас скажут, ну вот блин, собрались сфотографировать. Кастрюльки изучают. Поэтому скажите мне об этом обязательно. Хорошо договорились? Ну а я сейчас переодеваюсь и мы начинаем. В принципе, для того, чтобы приготовить картофельный салат, нужно немного. Картошка, лук, сосиска, немножко чеснока, перец, соль. Все. Но мы с вами готовим баварский салат. Вот в чем дело. И поэтому нам потребуется еще бульончик. Нам потребуется, естественно, масло подсолнечное. Нам потребуется уксус, какого-либо не труда. И, да, это и, конечно, вот еще баварский такие бекон-страфин для этого. Так. Вроде бы как и все. Но дело в том, что мы с вами не только повара, начинающие, но еще и стилисты, и фотографы. И поэтому, подумав об этом заранее, я был и дома такая штука. Вот это баварские львы. Герб баварский с их узорчиком таким. Бело-голубым. То есть мы его используем. Потом салфетки я на всякий случай купил. Еще не знаю, буду использовать или нет. Так. Без пива мы не обойдемся. Понятно. Обычно атрибут, этот крендель называется Брецель. Тоже мы его попробуем где-нибудь использовать. Вот так. Ну и, естественно, такие приправы, как вот этот вот лучок такой маленький. И такая очень хорошая петрушка. Я взял это в горшочках, чтобы хватило не только на один салат, но и дальше я буду с этим работать. Пожалуй, вот и все. Теперь можно начинать. И начнем мы с вами, конечно, с картошечки. Будем делать ее в мундире. И мне всегда лень очищать ее. Поэтому я сейчас воспользуюсь способом таким, который обещает сработать. Не знаю. То есть я делаю надрез в середине картошки, чтобы потом как бы кожуру стянуть за две половинки. На всяком случае, так обещают опытные повара. Я привык все проверять. Доверяй, но проверяй. Так. Я включил тут первый раз впервые свою индукционную плитку. Поставил на нее тоже индукционную. кастрюлячку. Я не знаю, наверное, хватит уже, в принципе, на один салатик. Ну, дело в том, что я его очень люблю. Я его давно делаю. Лет 30, наверное, потому как этот рецептик я перенял еще из... от бабушки. Вот это от своей бабушки. В общем, рецепту лет 200. Поэтому я в этом специалист, можно сказать. И я уверен, что это будет вкусно. Поэтому почему бы не сделать себе еще и на завтрак. Это правильно. Потому что худею я. Приезд жены мало что привнес в это. Итак. Как космический корабль. Включаю. О, заработало. Включаю воду. Дальше не знаю пока. Тут у него есть очень хорошая такая крышечка. Вот этой кастрюльки с дырдочками. Так что сливать будет одно удовольствие, я думаю. Так, посмотрим по времени. О, она отключилась по времени. А, она просит время поставить. Давайте поставим 20 минут. Раз это индукционная печка, да? Попробуем 20 минут. Так, картошка готова. Воспользуемся этими вот дырдочками. Водей чуть-чуть, чуть-чуть. Водей чуть-чуть, чуть-чуть. Так, в воде. Вот так вот вылим. Готово. Отключаем. Валиваем сюда. И заливаем холодной водой. Дадим немножко остыть. Так, теперь проверим, насколько действенным оказался советик. Знаете, работает. Вот я беру и сразу все снимаю почти что-то. Ну, во всяком случае, лучше, чем вот так по одной-то. Ну-ка еще. Вот, видите, раз. Так что, рекомендую. Так, теперь на этом нам лучку бы нарезать. Давайте нарежем. Отлично, ребята. Просто отлично. В луке я не особо сомневался. А вот картошку я сейчас хочу посмотреть, как она с этим справится. Это мне интересно. Чуть побольше. Ну что ж, очень ровненько. Хорошо. Она еще немножко горяченькая. Надо подождать. И потом уже более холодную резать, чтобы она не слепалась. Я купил тут пару досточек в обе. Хочу произвести такое ощущение. Так, что я этим добился. Во-первых, у меня теперь покрыто слоем воска. То есть, не будет пачкаться. А во-вторых, она приобрела такой матовый, хороший цвет, как в этих самых биргартенах. Биргартенах – это там, где баварцы любят бывать. Это типа, ну, уличного такого. На улице стоят столы, лапки. И вот они там свое пиво попивают. И вот они такие, такой вот формы, такого цвета. То есть, все натурально. Теперь вам должна быть хорошо видна разница между вощеной и не вощеной древесиной. Потом еще можем щеточкой пройти. Так, немножко блеска сделать здесь. Чуть-чуть только, только матовый такой блеск. Ну, а теперь давайте делать маринад. Сначала мы сделаем немножко бульончика. Ставим его сюда. Так. Хорошо. Теперь нарежем чеснока. Лучше не делать это через чеснокодавку. Никогда теряется вкус от этого путома. Лучше все-таки воспользоваться ручным способом. Выложим это в посудку. Собираем водой кипяченой. Так. Останчно. Потом сюда бульончику. Уксус по вкусу. Лежим его крупно. Так. И тоже сюда. Вот. Можно не жалеть. Я вам скажу так. Так. Хорошо. Перец. И соль. Все. И дадим тоже этому остыть. Теперь, когда маринад остыл, заливаем картошечку. Аккуратно размешиваем. Так. Отлично. И теперь еще добавляем маслица. Посолнечного. И тоже на 30 минут в холодильник. Так. Ну, а пока наш салат там набирается сочности. И с вами займемся чистым узким делом. Пожарим немножечко вот этого. Угу. Все. Придайте им просто такую хрустящую корочку. Так. Отлично. А здесь положим сосисечки. Три-четыре. И будем теперь это все красиво поджаривать. Так. Вот эти надо уже убирать. Они достаточно поджарились. Нам не надо сильно они привели такую корочку золотистый вид. Все хорошо. В общем, нам не нужно. Так. Так. Теперь внимательно следим за сосисочками. Вот так. Еще с одного бачка поджарим. И вполне достаточно. Так. Ну, а теперь что? Все. Займемся выкладкой. Аккуратненько. Ага. Вот так называется аккуратненько. Берем картофельный салат и укладываем вот так вот оголочкой. Так. И теперь закладываем сосисечки. На вторая третья. отлично. Отлично. Хорошо. Теперь посыпаем здесь замечательно. И еще придадим зеленость лучком. мелко-мелко-мелко порезанным. Хорошо. Так. Хорошо. Что еще нам нужно? Нам надо красиво уложить вот здесь где-то горчицу. Давайте попробуем. Так. 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 Вот так. Уложили. петрушечка. Теперь пойдет петрушечка. Пойдет она вот сюда. Чтобы прикрыть. А вот эти перышки мы как бы вот здесь положим. Направление такое дождик. Ну. Вот такой у нас получился. Интересный. Посмотрим. Надо ли здесь будет еще добавить чуть-чуть петрушечки. Так. Вот. Наверное. Так. И может быть вот здесь еще. Четок. Все. Блида готова. Сверху мы теперь посыпем крупным молотым перцем. Так. И хорошо. И можем уже фотографировать. Потом нужно будет еще нашим маслицем здесь смазать перед самым фотографией. Все. Несу на стул фотографировать. В итоге глядя в объектив я постарался так положить допустим брецель чтобы он выглядел сердечком чтобы его коральки вот эти кренделечки все были видны и разрез положил. Не стал ставить положил как бы собрал так все в центру имею ввиду вот эту перечницу бросил три зубочка чеснока лук здесь большие кольца положил для красоты надо бы еще один положить машина сослужила очень хорошую службу вот так положим так может быть здесь одно колечко вот так для живописности ну и пиво я сделаю пену уже в самый последний момент теперь давайте колдовать со со светом как вы видите схема света у нас абсолютно непритязательная через большой одна вспышка через большой рефлектор одна вспышка идет здесь идет еще одна софтбокс направлен на сам и акцент я делаю с тубусом прямо на само блюдо потому что речь идет в общем-то даже не о пиве не о брецелях кренделях а о картофельном салате вот его с сосисками я его хочу и показать сюда я сейчас еще поставлю отражатель для пущей вяшности вот так и должно уже все получиться так подъезжаем поближе вот сюда видно так видно и делаем первый пробный снимок так я поставлю сразу уже сейчас шестнадцать пятьдесят шестнадцать у меня на стол у меня стоит изо шестнадцать у меня стоит диафрагма и выдержка пятьдесят на пятьдесят так фотографируем так фотографируем ну и больше в общем-то нечего и желать все хорошо единственное может быть что-то тут подвинуть немножечко еще вот допустим лук вот этот так 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 это немножечко сделать брецель этот сюда поправить так фотографируем еще раз и мы видим все хорошо кроме того что сосиски уже естественно потускнели тоже и сам салат поэтому мы сейчас с вами сделаем следующее для педы приготовим бутылку пива вот она она а салат сейчас польем аккуратно так вот и так же сосиски надо нам полить сосиски хорошо вот это уже придаст нашему натюрморту то что нужно и еще сверху сверху перец 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 кладем относим проверяем как это выглядит ну вот выглядит это уже гораздо лучше так возможно теперь пиво вот так даже с потеками не кажется получилось да отлично давайте проанализируем вот сейчас эту картинку потому что на мой взгляд она удачная я вчера специально просмотрел очень много баварских салатов на тему фатолии фатолии это как шутер шток такая же организация немецкая знаете я был поражен неграмотностью вот стокеров действительно как будто они берут вот все кидают туда кидают этот платок голубой у них нет мысли подумать что его тоже надо расположить посмотрите вот я его расположил по диагонали сразу же по диагонали встала тарелочка главный у нас салат и он получился понимаете он получился именно такой каким я его хотел видеть чисто баварский вот это один в один сосиски тоже видите их три недаром потому что одна кружка одна тарелка три сосиски к примеру да вот эти мелочи как дольки чеснока посмотрите да потом рассыпано чуть-чуть горошек этого перца пена которая начинает уже переливаться через край только что налили понимаете это все создает настроение и посмотрите насколько гармонично насколько компактно все сводится к центру потому что в этот раз я хотел именно центр именно картофельный салат об этом идет речь и поэтому все все абсолютно свел это одна из схем когда вы хотите из четырех сторон идет все идет к основной теме поэтому я считаю что очень хорошо получилось теперь вопрос в том что можно ли это есть я посмотрел недавно на ютубе тоже позавчера по-моему где одна стилистка вместе с фуд фотографом делали так называемые мусли я не знаю как это на русском ну то есть такие королечки к завтраку да и вот представьте себе она в ложку положила жир белый жир да настыкала туда этих королечек потом на этот жир вы меня извините но я не могу без она положила выбранный ей чернику да и залила это столярным клеем этим ПВА я подумал насколько надо ненавидеть еду она такая худая такая мать вот я думаю она ненавидит еду вечно на диете наверное сидит вот после того ужаса который я вам дорогие друзья рассказал я решил дать клятву Петерсона это вы знаете как врачи клятву Кипократа не навреди никому да и вот тоже мы решили что никогда поверьте никогда хотя говорят никогда не говорю никогда но вот такого ужаса я делать не буду и в подтверждение этого я в каждом завершающем видео буду отрезать кусочек пробовать и говорить вам что это очень вкусно и очень съедобно фирма гарантирует пока не знаю как все и все и все и и и Субтитры подогнал «Симон»